Приветствую уважаемые, все, патч вышел, Corsair A7D у нас сегодня в обзоре. Сразу могу сказать, так на самом деле не делается, чтобы создать интригу, сделать полноценный просмотр, но машина 10 из 10 это потрясающий агрегат, как выяснилось, вы ничего не потеряете, только приобретете отличное настроение, если откроете эту машину. Если же вам все-таки интересно, почему я так считаю, советую смотреть ролик до конца, он не длинный. На самом деле это один из самых сложных обзоров в моей практике, и причиной тому не какая-то сомнительная эффективность Corsair, нет. К сожалению, дело в багах, у меня примерно было вылетов в 5, и конечно же сразу сделал фидбэк разработчикам, написал, не только я между прочим, благо у нас не киберпанк, не несколько месяцев будем ждать заплаток, предполагаю, что сегодня и пофиксят, но в любом случае в таких условиях делать ролик такое себе, но выбора нет. Так вот, Corsair это машина, которая позволяет сразу играть агрессивно, и, казалось бы, это штурмовик, должен уничтожать там наземные объекты, точки бомбить и так далее, нет, ребята. Такое может каждый, тем более, когда есть баллистический вычислитель, тупо по аркадному крестику сбрасывай бомбы и не промахнешься, здесь не требуется вообще никакого скилла, в штурмовых задачах эта машина потрясающая. Но нет нордов, в отличие от его коллеги, о которой мы поговорим в другой раз. Зато, несмотря на опасения многих игроков, ему не дали боевой рейтинг 10,7, не дали 9,7, а получил он 9,3. И вот это решение разработчиков как раз и перевернуло все понимание того, на что способна машина. Все же помнят, что у него светились две ракеты AMD VJ, а теперь представьте, что они творят на таком довольно низком боевом рейтинге для подобных машин. Вообще, вся тактика, которую я придумал, строится именно на уничтожении себе подобных. То есть, я не использую его как штурмовик, я использую его как перехватчик, потому что как штурмовик он имеет возможность сразу появиться в воздухе. И это одно из самых ключевых моментов, которое дает ему преимущество, чтобы делать фраги. Дальше лечу просто к своим базам, там уже появляется два ватюра, еще что-то может появиться. И разумеется, эта машина легко их утюжит с помощью ракет AMD VJ, или же даже с помощью курсового вооружения. Для основы я взял как раз таки две ракеты AMD VJ и два пилона 30-ти миллиметровочки. Конечно, есть курсовая пушка Vulcan, но лучше, конечно же, подстраховаться, поэтому добавляются две тридцатки с общим боезапасом в 706 снарядов. Если же ватур слишком оторвался, не проблема. Да, у нас самолет дозвуковой, да и ватур не быстрый. Поэтому даже с расстояния в два с половиной километра запускайте в догонку ракету и посмотрите, что будет. По поведению ЛТХ Корсор тоже мне очень понравился. Понятное дело, что немного дубоватый в своих маневрах, все-таки это штурмовик, но в то же время его одарили почему-то очень хорошим креном для штурмовика. Вот только посмотрите, вау! Случались любопытные ситуации, что именно благодаря этому крену я смог уклоняться от ракет и вражеских атак. Очень красивые эпизоды по уклонению и пропуску противника, еще и в ответку в догонку, точнее отправлял им ракету. Представляете, какой для них шок, они и не ожидали, что дубоватый штурмовик американцев, а именно Корсар, может делать такие бочки. В этом плане и Як, и Харьер отдыхают, хотя они вроде как не штурмовики. Конечно, вы знаете, как я играю на авиации, я ее люблю, но я довольно дотошный. Если какие-то минусы есть, я о них обычно всегда говорю, причем с такими прям эмоциями. А здесь не к чему придраться, это впервые за долгое время, что мне полностью понравилась машина. Под весы это отдельная тема, есть очень клевый вариант с шестью бомбами по 2000 фунтов, а также двумя ракетами АМД и ВДЖ. То есть, если вы хотите заниматься даже перехватом, ради бога, можете вместо пилонов с двумя тридцатками взять бомбы. Отработали ракетами по ватюрам и полетели бомбить вражескую базу, если конечно же долетите. Потому что вас также могут перехватить уже поднявшиеся в небо вражеские истребители. Но так как я играл чисто на фраге, я брал две ракеты АМД ВДЖ и два пилона с тридцатками. Кстати, по поводу тридцаток, они очень классные, потому что есть лента для наземных целей, у которых будет бронепробитие 100+. То есть, вы можете использовать их даже в совместных сражениях или же в обычных воздушных и пилить, крабить какую-нибудь наземку. Правда, это нужно делать на больших скоростях, учитывая, что это все-таки реактивный штурмовик. Очень показательным будет посмотреть статистику. В первом же бою три фрага, потом два фрага, дальше уже у меня были краши, штук пять в совокупности. Но так или иначе, проскакивали даже бои с четырьмя фрагами. Но переходя к наземным баталиям, мы конечно же столкнемся с проблемой. Лента для наземных целей. Да, там плюс 100 бронепробития. Но, к сожалению, теперь на нее есть определенный ценник. Сама по себе машина становится еще менее доступной. Неважно, берете вы с собой бомбы или же пилоны с тридцатками, у которых будет та самая лента, придется заплатить куда больше очков. И это уже не говоря о огромном количестве зениток, огромном количестве самолетов, потенциально опасных для нас, которые не дадут нормально поштурмить. А про союзников неадекватов, которые с автоматиков стреляют по тиммейтам, но это уже страшно вспоминать даже. В любом случае, как вы будете выживать в наземных баталиях, это уже ваш индивидуальный навык удачи. Будет там ССРК, не будет. Может вам действительно повезет один случай из 100, когда ничего не будет вам мешать, ни авиация, ни зенитки, вы спокойно поштурмите. Тем более, что скилла не требуется совершенно никакого. Еще раз напомню, баллистический вычислитель. И, кстати, единственный минус, все-таки я вспомнил, я говорил о нем вначале, нет, к сожалению, нордов, нет каких-то ракет. Хотя, кстати, если уж говорить про ракеты, причем очень крутые, где норды вообще отдыхают, это Маврики, их не дали. Все-таки Корсару, хотя они были, но в будущем разработчики обещали, что рано или поздно подвезут. Вот тогда наземная техника и посыпется, когда, по принципу, выстрелил и забыл, будет прилетать что-то на типа норда, но не требующий от вас особых действий. Ладно, ребят, это был кратенький обзор, надеюсь, понравился. Поддержите видео по отцу вверх, подписка на канал, надеюсь, сегодня краши пофиксят, и мы нормально уже потестируем все остальное, сделаем обзоры и даже проведем стримы. Всего самого наилучшего и увидимся в следующих роликах. Всем пока!